Добрый день! До Международного авиатранспортного форума остались считанные дни. Он пройдет на Ульянской земле в третий раз с 14 по 17 августа. Чем будет отличаться этот форум от предыдущих лет и какие вопросы будут обсуждаться на МАТФе, расскажет первый заместитель председателя правительства Ульянской области Вильдан Ханифович Зинуров. Вильдан Ханифович, вам слово. В чем главное отличие форума этого года? Я уже как-то говорил о том, что главное отличие третьего форума от предыдущих двух, большинство проектов перешли из разряда «будет» в разряд «есть». Мы сегодня говорим, что у нас точно есть первый серийный самолет Ил-76МД-90А для заказчика Министерства обороны. В разной стадии готовности на стапелях производстве авиастара более 10 самолетов уже в потоке. Второе. Аэрокомпозит «Ульяновск» – это новейший современный завод, единственный такого рода в России, который практически завершает монтаж оборудования и уже приступил к производству деталей, боевых деталей, так их назовем. И в первом квартале 2014 года мы планируем уже отгрузить крыло потребителю Иркутск МС-21. Следующий – это инфраструктура портовой особоэкономической зоны. Действительно, мы долго боролись за этот проект. Сегодня уже на площадке все инженерные сети оборудованы, завершается проектирование таможенной инфраструктуры, появился первый ангар первого резидента, и на форуме как минимум два резидента сделают закладку своих промышленных объектов. Следующее, о чем я хотел бы сказать, что кардинально изменилась система образования. От проблемы занятости, простоя персонала, даже в 2012 году мы сегодня пришли к проблеме острейшего дефицита в квалифицированных кадрах на Авиастаре, на других предприятиях, смежниках, в том числе и в Ульяновской области. За это время мы сделали большую работу для того, чтобы собрать воедино все элементы, образовательные системы, начиная от школы, средних учебных заведений, высшей школы, авиационно-учебных центров и центров подготовки персонала. Сегодня это единый механизм, единый организм, который работает на главную цель. Это обеспечение персоналом Авиастара, для того, чтобы мы могли выполнить программу гособоронзаказа и дать хороший устойчивый старт проекту ИЛ-76. Вот, наверное, отличительные черты форума 2014 года от предыдущих. Ну, а все-таки я хотел бы сказать, что, несмотря на особенности форума каждого, все-таки магистральной темой, мы их соблюдаем. Это транспортное авиастроение, как я уже сказал, подготовка кадров, грузовые и пассажирские перевозки на флоте, который мы собираем, который мы производим, и авиация общего назначения. Вот то, чем, какую нишу мы заняли, мы в этой нише идем. И самое главное, мы в конце прошлого года сделали для себя очевидный вывод, что, наверное, нам не следует делать форум всеядным, большим, огромным, а нужно формировать свой некий клуб, который клуб по интересам, и слоганом этого форума мы говорим, что является формирование российского центра транспортного авиастроения. То есть это некий подпроект, крупный инфраструктурный подпроект, который должен помочь нам решить все задачи по возрождению авиационной отрасли и увеличению его значимости в валовом региональном продукте практически в 3-4 раза. А центр откроется на Ульяновской земле, да, я так понимаю? Ну, центр – это, конечно, очень условное наименование, да, центр будет включать в себя финальные сборщики самолетов, инженерный центр. У нас сегодня есть 5 конструкторских бюро, каждый из них работает на своей платформе информационной, сопровождает различные проекты, и имея более 700 конструкторов высочайшей квалификации, нет перспективных задач, которые бы им ставились или в интересах всей авиации российской. Наша задумка такая, что эти люди могли бы принести пользу по общесамолетным системам, то есть все, что делается для авиастроения России. Кроме того, ввести в одном объединении сопровождение существующих проектов и АН-124 «Руслан», ТУ-204, его модификации, ИЛ-76, далее появится российский-индийский проект, то есть это достаточно широкая гамма, да, и опять же, ЯК-242 или МС-21, там тоже очень широкая кооперация Авиастара, далее мы полагаем, что появится ИЛ-112, ИЛ-114, то есть проектов очень много, авиационных, и здесь есть о чем поговорить, и главное, что сделать, где поработать. Это в какой день на форуме будет обсуждаться? Конференционная часть, деловая программа рассчитана на два дня, 14 и 15 числа, более 20 конференций мы планируем провести, в том числе вот по всем тематикам, которые я обозначил, то есть сборка самолетов, оценка мировых трендов, в том числе в транспортном авиастроении, далее есть отдельные конференции по ТУ-204, сегодня это более чем актуально, вот все события, которые происходят в Европе, в России, в мире в целом, да, снятие с рейсов в Крым добролета, говорит о том, что наше предложение, наша идея о том, что необходимо создавать российских перевозчиков на российских самолетах, она вот подтверждается невольно нашими оппонентами. Поэтому далее, конечно, я бы отметил, очень важно это логистика. Мы впервые заходим на эту тему, логистика в авиации, с появлением большого количества кооперационных поставок по множеству проектов, которые я перечислил, появляется необходимость эффективных логистических цепочек, поставок комплектующих, узлов, агрегатов, даже таких больших, как крыло в сборе, хрустовое оперение в сборе. То есть это огромные объемы работ, и сегодня уже надо думать, как очень эффективно, с хорошим качеством и с минимальными затратами обеспечить транспортировку. Географик, вы сами понимаете, Комсомольск-Намурии, Иркутск, Воронеж, Казань, Ульянов, практически, скажем, от европейской части России до Дальнего Востока. Поэтому здесь действительно есть и просторы, и финансовые ресурсы, где можно эти вопросы обсуждать. А вот ранее планировали открытие уникального завода по производству композитных материалов. Состоится его открытие в рамках форума? Нет, мы открывать его не будем официально, поскольку приняли уже решение, что в ноябре месяца заканчивается окончательно монтаж всех систем оборудования, что называется, завод будет под ключ, и спланируем уже после его полного пуска и выхода на рабочий режим. Так мы планируем демонстрацию завода для руководителей отрасли, руководителей страны, с тем, чтобы показать, что завод есть, завод начал работать и выпускать продукцию. Ну и, конечно же, это очень будет интересно для потенциальных поставщиков сырья, материалов, технологий. Я думаю, что мы их порадуем посещением современнейшего завода. Сегодня уже завершается и ремонтная работа на втором корпусе аэрокомпозита. То есть, все, что было намечено в соответствии с бизнес-планом и проектом, практически реализовано. А кто из высокопоставленных лиц Российской Федерации, международных экспертов, посетит наш форум в этом году? Конкретные лица там? Мы работаем над тем, чтобы у нас, так же, как и в прошлом году, принял участие Дмитрий Олегович Рогозин, поскольку военно-транспортная авиация полностью лежит в его компетенции. Все руководство объединенных авиастроительных операций, руководство Минпромторга, руководство авиакомпании конструкторского бюро Ильюшина, ОАКТС, руководителей крупнейших холдингов и компаний-эксплотантов, военно-транспортной авиации, в том числе, все они будут принимать участие в форуме. Ну, надеемся, что все планы, которые мы строим, и переговоры, которые провели, они позволят нам обеспечить такой высокий уровень, как минимум, внутри российский. С международным сейчас немножко проблемы есть, в связи с вот разными демаршами на европейских форумах. Соответственно, есть некоторые ограничения по высокопоставленным иностранцам, но, как я уже сказал, поскольку мы говорим о формировании российского центра транспортного авиастроения, ну, наверное, это не критично. Те специалисты, которые имеют отношение к нашим проектам, верят в перспективу, будущие и портовые зоны, и авиастара, они все будут работать на нашей площадке. Ну, а все-таки уже известно, кто из международных экспертов приедет? Да, мы сегодня имеем информацию, подтверждение о прибытии к нам более 40 участников из разных компаний иностранных. Да, это меньше, чем на предыдущем форуме. Я уже сказал, что политическая ситуация немножко нам подпортила международная составляющая, но в прошлый раз, в 2012 году, у нас участвовало примерно 16 стран, в этом году подтвердили 10. Ну, я считаю, что это все равно хороший результат, поскольку действительно вот санкционные вещи, мероприятия. Это европейские страны? Да, конечно. Немцы, Франция. Франция, это те, кто ближе всех к нам, наверное, по авиации, по аэрокосмической отрасли, наши партнеры по Европейской ассоциации аэрокосмических кластеров. То есть те, кто по делу, они все будут здесь. Это хорошо, это радует. В рамках форума будет организована выставка инноваций в авиации, состоятся второй всероссийский форум авиации общего назначения «Небо без границ» и третий международный форум молодежный «Я авиатор». А также пройдет финал всероссийского конкурса «Топ 100 лучших инженеров России». Вот вкратце об этих мероприятиях. Что касается инноваций в авиации, мы традиционно проводим эти выставки. если в 2011 году у нас было порядка 24 предприятий, в 2012 году 64, в этом году их будет уже больше 100. Мы, наверное, где-то уже в середине июня у нас все выставочные площади были распроданы, и компании с удовольствием выставляются, потому что, ну, опять же, в силу разных ограничений, кто-то не попал на ИЛУ, Фармбара, сегодня хотят продемонстрировать потенциал здесь, в Ульяновске. Ну, конечно же, инновация в авиации посвящена исключительно технологиям, применяемым в авиации, технологии, материалы, методы обработки, конструкционные материалы, то есть то, что нам реально необходимо в авиастроении. Если говорить о втором форуме авиации общего назначения, то мы эту площадку застолбили в 2012 году и, наверное, не будем ее никому отдавать. Действительно, да, мы можем сегодня сказать, что мы, наверное, не самый такой регион, где стаями летают самолеты легкие и сверхлегкие, но мы понимаем в то же время, что большой авиации без малой не бывает, поэтому формирование законодательства, формирование инвестиционного законодательства в части создания условий для производства, для этого не суть важна территориально, где это будет происходить, наверное, все-таки уровень дискуссии и интерес со стороны сообщества. Те, кто имеет частные самолеты, это очень своеобразная публика, увлеченная, состоятельная публика, нужно это тоже отметить, не каждый может себе позволить самолет, хотя это достаточно доступная такая штука сегодня стала. Ну и одно из тем, конечно, будет создание Ульяновского вертолетного центра, это тоже авиация общего назначения, считаю тоже результат, потому что один центр в Москве есть, второй будет в Ульяновске. Я думаю, что ничего иного, кроме как хорошего отношения и каких-то позитивных посылов со стороны власти не могло их сюда привлечь. мы оцениваем себе это в плюс и надеемся, что шаг за шагом у нас есть понимание, что обязательно надо заняться темой беспилотников, это сейчас очень перспективно внедряется во все отрасли без исключения, не только военную технику, ну и для народно-хозяйственных задач. Опять же, создание сверхлегких судов, надеемся, что возможности портовой зоны позволят нам и с кит-комплектами, кит-наборами работать более эффективно, имея складские мощности, ну и предлагать нашим производителям авиационной техники некое окно в мир, через которое они могут выходить на международные рынки, то есть это для нас очень важно и перспективно. Ну и конечно же авиация общего назначения, главная его задача это вовлечение в авиационную отрасль людей, которые увлечены авиацией, любят авиацию, приобщаются к ней с детства, ну и конечно же придут дальнейшим на наши предприятия авиастроительные, то есть опять же для выполнения государственных задач. Что касается третьего международного авиафорума Я авиатор молодежного, то это традиционное для нас уже мероприятие, в этом году мы делаем его тоже международным, планируем, что у нас будет несколько делегаций из стран СНГ, из Германии, и мы сможем с ребятами пообщаться здесь на площадке, обсудить все же в каком виде интересна молодежи профориентационная работа. Сегодня скажем так престижность авиационных профессий она подутрачена, это связано и с низкой мотивацией труда, то есть при высоких очень производственных требованиях, не очень высокая заработная плата, где-то раз. Второе, значит, все-таки бытует мнение, что российская авиация в упадке, что у нее нет перспектив, она нескоро воспрянет гораздо интереснее другие отрасли, потому что молодежь живет ощущениями больше, чем анализом трендов и так далее. поэтому наша задача сказать, что за крайние пять лет произошли разительные изменения как в объемах производства, так и в технологиях, ну и, конечно же, демонстрации новейших технологий, которые либо сегодня применяются, либо будут применяться в будущем и связаны с этим перспективой социального лифта, карьерного лифта, то есть все, что необходимо молодежи, мы постараемся всем все это показать. У нас в этом году школа юных авиаторов вроде бы открылась, да? У нас в декабре прошлого года был учрежден учреждена академия, авиационная академия молодежная, да? С апреля месяца она с конца марта начала работать, сегодня там около сотни ребят уже занимаются, вообще наша задумка, идея, что эта аудитория была несколько тысяч человек по всей территории Ульянской области, потому что мы хотели бы, чтобы каждый школьник знал азы воздухоплавания, почему самолеты летают, практически, но наша задача во всяком случае школьной программе довести, почему аппараты тяжелее воздуха летают, какая история создания авиации, как она пришла в Ульяновскую область, какие перспективные проекты есть, опять же, это мощнейший элемент профориентационной работы, при сегодняшних технологиях интернет работает, в каждой школе, это все доступно, то есть наша задача организовать некую сеть факультативных занятий, и чтобы мы создали хорошие стимулы для выпускников этой академии, кто решит связать свою судьбу с авиацией, чтобы они уже к окончанию этой академии имели некий документ, подтверждающий, что у него уже есть какие-то знания, какие-то квалификации, и будем думать над тем, какие преференции таким людям, молодым людям давать, потому что можно было в это время где-то по улице ходить, можно было как-то по-другому время провести, а не сидеть над учебниками, макеты рисовать, лепить и так далее. Поэтому те, кто свое личное время жертвует на профессиональное совершенствование, они должны быть поощрены однозначно. Они будут присутствовать на работе? конечно, это одни из самых активных помощников. У нас как минимум два института сегодня есть, это авиационная академия и Лига юных авиаторов. Авиационная академия все-таки это ученики выпускных классов и учащиеся средних профессиональных училищ, да? А Лига юных авиаторов это в основном дети, школьники, начальник и средних классов. То есть вот наша система, она направлена на всех. Мы работаем с детьми в возрасте от 8 лет и уже такими старшенькими до 27 лет, скажем так. То есть это по нашему мнению 27 лет это уже когда человек полностью определился и знает чего хочет он в этой жизни. Вот наша задача его сопроводить, чтобы до этого времени он из авиации не ушел. Это хорошо. А вот еще... Ну и российский инженеринг конечно очень интересный проект. в этом году впервые проводим. В прошлом году мы выиграли президентский грант. мы это региональное отделение Союза Маша России и Российский Союз Молодежи. На проведение конкурса российский инженеринг назвали мы его топ 100 лучших инженеров России. Проходит он два этапа. Первый этап проходил с 1 марта по 31 мая. Это заочный был в онлайн режиме на портале. Второй этап мы проведем очный на площадке МАТФ 2014 и рассчитываем что приедем до 300 лучших молодых инженеров России. Две категории. Первая категория это студенты аспиранты вузов и вторая категория это работающие инженеры молодые. Суть проекта заключается в том что по четырем номинациям это конструирование разработка конструкторской документации написание управляющих программ для станков с ЧПУ и промышленный дизайн. Вот по четырем направлениям мы всколыхнули скажем так более тысячи молодых инженеров которые проявили интерес к работе в цифровых технологиях. Соответственно мы пригласили всех в Ульяновск здесь они очно продемонстрируют на единой площадке как они умеют делать быстро качественно эффективно моделирование в цифровых технологиях работу на станках с ЧПУ и это написание программ конечно же. Ну и конечно мы рекомендуем всем нашим руководителям предприятий прийти на эту некую ярмарку скажем да это лучшие умы России которые ну наверное умных очень много не сомневаюсь да а вот умных и активных которые хотят выразиться и хотят как-то презентовать презентовать себя работодателем вот мы их привезем всех в Ульяновск конкретно на какой площадке они будут и в какой день во сколько можно подойти смотреть в 14 августа в 9.00 открытие этого конкурса начнется в здании педуниверситета здесь на площади столетия Владимировича Ленина то есть не надо переезжать в Волгу нет здесь на этом берегу здесь великолепная инфраструктура мы обеспечим порядка 150 рабочих мест чтобы в режиме таком равных возможностей конкурентных эти ребята могли посоревноваться ну и конечно же мы итоги двухдневных состязаний объявим на матфе наградим победителей здесь можно будет в педуниверситете посмотреть как это проходит воочию ну и ребята поработают и на предприятиях мы готовим для них и экскурсионную программу ну и конечно же примут участие в работе международного авиатранспортного форума посмотрит авиасалон 2014 то есть мы постараемся их вознаградить и вниманием и зрелищами для того чтобы они понимали что авиационная отрасль это та отрасль где можно применить их знания их старания и большинство заданий мы собственно говоря делали в рамках авиационного кластера и с уклоном так на авиацию конечно не все 20 там с лишним регионов которые откликнулись они являются авиационными но технологии обработки материалов они в общем-то сейчас универсальны и оборудование для всех отраслей поэтому вот наша задача уж так похвалиться чтобы они приехали сюда имели желание работать в авиационной отрасли по традиции будет выставляться авиатехника вот какие модели самолетов а может не только самолетов увидят посетители выставки в этом году поскольку будет проходить форум авиации общего назначения экспозиция авиации малой авиации будет просто шикарной мы ожидаем прибытии более 50 воздушных судов различного класса различные вместимости разных конструкций будут и планеры будут и автожиры будут и сверхлегкие воздушные суда опять же вертолетная техника будет представлена хелиопорт Ульяновск это вот новый вертолетный центр ну и традиционная конечно наша вся линейка и Руслана и Ил-76 и Ту-204 нескольких модификаций все это будет и на статической стоянке и летать новый самолет тоже будет там присутствовать да конечно Сил-76 с названием Ульяновск это первый серийный самолет все будут иметь возможность его посмотреть погордиться за него что вот мы достаточно краткие сроки решили задачу поставленную президентом по переносу производства из Ташкента с глубокой модернизацией ну и самое главное зрелище мероприятия это авиашоу кто будет участвовать в авиашоу в полетной программе сегодня заявлено более 30 самолетов значит несколько планеров будут демонстрации демонстрационные полеты проводить это и наш аэроклуб и бензинский аэроклуб производители планеров далее различного класса самолеты российского производства иностранного производства то что сертифицируется сертифицирован и эксплуатируется на территории Российской Федерации будут показательные выступления и вертолетной техники будет пилотажная группа Русь мы также ведем переговоры с пилотажной группой турбовинтовых самолетов вот некие опасения есть у нас конечно связаны с погодой если помните в прошлом году они так и не смогли к нам из Нижнего Новгорода долететь поэтому вот здесь есть риски будем молиться да реактивные самолеты обязательно будут я думаю что мы порадуем и те кто на земле может посмотреть и те кто любит полеты все категории ну и конечно же в рамках дня воздушного флота будут работать все наши площадки традиционные и училища гражданской авиации и на аэродроме Белый Ключ в Заволжском районе города Ульяновска будут дни открытых дверей на авиастаре ну то есть все что у нас есть авиационного мы покажем всем желающим те кто имеет интерес увлечения у кого работает папа мама брат сестра бабушка дедушка когда-то работали то есть все они смогут прийти посмотреть вот как меняется ситуация в авиастроении как меняется училище гражданской авиации это в любой день можно будет туда подойти 16 числа все это будет проходить 16 числа основное авиашоу конечно на Ульяновск восточном а мероприятия они локально будут по всему городу проходить ну а как добраться на чем туда можно будет мы традиционно уделяем особое внимание транспортной доступности потому что через раз у нас происходят коллапсы на рулежной дороге ну на на мой взгляд кардинально решить эту проблему мы конечно не сможем потому что что бы мы ни говорили что бы мы ни делали есть один заезд и есть один выезд то есть дублирующих трасс пока не появилось у нас в планах шестнадцатого года у нас дорогах портовой особо экономической зоне когда можно будет обеспечить доступ из разных точек но тем не менее мы схему согласовали таким образом чтобы какой-то мере ограничить движение по рулежной дороге кроме общественного транспорта для частных автомобилей и надеемся что совместно с ГИБДД нам удастся так не обещаем высокоскоростного движения но во всяком случае постараемся чтобы не было пробок и не было многочасовых стояний там на рулежной дороге на подъездах к аэродрому восточному а дополнительный общественный транспорт да конечно мы традиционно со всех районов города Ульяновска планируем доставку прямыми рейсами до аэропорта Ульяновск Восточный из железнодорожного района из Ленинского района из Засвияжского района мы всю эту информацию опубликуем в средствах печатных СМИ в интернете это все уже есть схемы все утверждены согласованы соответствующими службами поэтому вот с точки зрения доставки проблем не должно быть никаких для всех желающих а по времени вот в день когда авиашоу во сколько ульяновцы смогут туда подъехать к скольке вообще ну мы планируем начать в 10 часов и действо будет проходить до 15 часов в 10 часов в 10 часов у нас традиционно будут авиамоделисты соревнования проводить свои да и показательные выступления далее парашютисты потом в 11 часов торжественное открытие ну и собственно летная программа которая рассчитана у нас на 3,5 часа мы сможем показать и большие самолеты Русланы да и Ил-76 Ту-204 ну и весь всю линейку интересных самолетов и вертолетов которые будут допущены к пилотированию ну и конечно пилотажная группа Руси на 5 самолетах Ил-39 вот ну скажу что допуск на режимный объект он сохраняется то есть при себе необходимо иметь паспорт или документ удостоверяющий личность не иметь при себе там ни холодного ни горячего никакого оружия запрещенных к ношению предметов алкогольных напитков мы традиционно с первого дня как начали проводить авиационные мероприятия не принимаем предложения ни от пивоваренных компаний ни алкогольных ни табачных ни по рекламе ни по продаже то есть мы считаем что люди приходят туда исключительно полюбоваться самолетами порадоваться полетом не делаем никаких поблажек тем кто пытается продавать спиртные напитки пива я надеюсь хотя бы воду будут продавать воды будет в достаточном количестве потому что обещают жаркий день все таки да будет и кулеры с бесплатной водой и достаточное количество торговых точек год от года мы торговцев тоже предпринимателей приучаем к поднятию уровня обслуживания чтобы больше было мест для сидений кафе там чтобы люди могли в тенечке отдохнуть перекусить пообщаться в конце концов между собой некоторые реально встречаются вот на авиасалонах только раз в год поэтому мы максимально постарались сделать все чтобы люди получили удовольствие от общения друг с другом и от приобщения вот к авиации ну и конечно же мы постараемся сделать экспозицию военной техники которая производится здесь в Ульяновске которая есть в воинских частях это очень интересно актуально для молодежи для детей всегда вызывает такой аншлаг настоящий это тоже там будет да конечно в рамках выставки мы все это обеспечим спасибо желаю успехов организаторам всех приглашаю ульяновцев намат спасибо огромное с удовольствием встретим всех и я думаю что каждый найдет для себя там занятия включая детей взрослых и ветеранов спасибо 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 с удовольствием спасибо 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 Продолжение следует...